Я тоже слушаю Ваши лекции и… Почему Вы грустите? Час случилось у Вас? У меня сложная внутрисемейная ситуация и… Разочаровались в близком человеке? Да. Как бы не оценился, как я понимаю, вот этот вот дар любви, как Вы говорите, что можно избаловать любого. Человек не может оценить любовь. Мы не видим любовь. Мы только хотим сами любить. Мы чужую любовь не оцениваем, не понимаем. Сами любить мы хотим, да. Но чтобы быть благодарным за любовь человека, у нас нет таких способностей. Это очень высокий уровень. Ну вот, и так случилось, что я какое-то время долгое занималась воспитанием у детей и не работала. Вот. И постепенно муж превратился в тирана. Да, руку прикладка у нас доходила. И сейчас я вот стою на пороге и не понимаю, что мне делать, как мне дальше жить. Ну, бросите его, то и всё. Ну вот, я и хочу пламять, стоит ли не выходить? Лучше мне надо как-то валиться за минуту. Да, бросите. 6 лет одиночества. Потом будете выйти на Луну через 3 года после одиночества. Потом поймёте, что женщине найти гораздо-гораздо тяжелее, чем мужчине себе, потому что он к этому уровню уже найдёт себе другую. Хотите пройти этот путь, да? В сомнениях нахожусь, поэтому... Ну, как вы позавчера приняли решение, что надо принять все? Забыли? Вы знаете, я это решение приняла не позавчера, то есть оно было раньше, но сейчас оно подверглась сомнению. Как раз-таки благодаря вашим лекциям я как-то начала их слушать больше. Знаете, что вы поймите, какой бы мужик у вас не был, если вы уходите от него, вы своего родного мужичка отдаёте другой бабе. И потом дальше будете сосать лапу. Потому что вам вот на тарелочке мужичка нового никто не принесёт. Вот. А одной жить очень трудно. И самой бросать своего мужика какой смысл? Лучше уже потихоньку воспитывать. У вас же гораздо больше сил, чем у него. Вы не знаете свои силы. Вот если вот взять вот внутреннюю силу мужчины и женщины поставить вот так на весы. Женщина, вот вы силу своего мужа перевешиваете в три раза. Вот вы в три раза сильнее его внутри. Но вы этой силы не знаете всё. Я просто чуть-чуть её чувствую. Может поэтому я такая грустная, как вы сказали? Потому что вы грустная, потому что вы пошли не тем путём в жизни. Да, человек идёт не тем путём, он грустит всегда. Убирает неправильный путь. Зачем своего мужичка кому-то отдавать? Теперь женская улыбка пошла уже. Я понял. Вы разобрались в этой ситуации. Это хорошо, потому что здесь не только для вас. Я говорю, у нас же открытая беседа. Я знаю здесь несколько женщин, которые вообще со мной не согласны. Но жизнь их будет учить по одной, по очереди. Каждая женщина должна знать, что семья создаётся для неё. Никто больше счастья от личной жизни не получит, чем женщина. И она, когда сама разрешает свою семью, никто больше наказания не получит, чем она. Даже если муж сильно не имеет значения. Как доверие восстанавливать? Нам надо не доверие восстанавливать сейчас, а вам надо заняться собой. Потому что у вас неправильное восприятие мира жизни. Вы не имеете силы влиять на человека. Эту силу надо в себе взращивать. Это не за пять минут делается. Постепенно надо научиться понимать, что такое равновесие внутреннее. Как аскезы помогают человеку избавиться от напряжения внутренних. Что такое молитва? Как можно научиться быть самодостаточным? Самодостаточное нас даёт три силы. Сила природы, сила добрых людей и сила Бога. У вас нет этих сил в распоряжении. Вы не знаете, как им пользоваться. Вы не можете быть самодостаточными с мужем. Если он вас унижает, вы сильно обижаетесь, долго думаете об этом. А если самодостаточный человек вообще не обижается. Надо и свистнешь. Ну, мне кажется, где-то уже рядом с этим выхажете. Потому что раньше, да. Нет, вы просто разочарованы в нём. И вам он уже пофиг. Поэтому вы думаете, что вы рядом. А надо быть не разочарованным в человеке. Одновременно, если он уйдёт себя неправильно, чуть-чуть жить своей жизнью. Но при этом выполнять все обязанности, по-доброму относиться. Но не зависеть от настроения близкого человека. Это называется самодостаточность. Но у вас нет такой силы. Вы не знаете, как это делать. Как научиться? Учитесь. Ваша цель сейчас – работа над собой, не семья. Ваш муж не просит вас. Он очень верный человек. Он не просит вас. Он просто обнаглел. Но все люди на земле обнаглели. Все. Вот все люди, если дать возможность, все обнаглели. Нет такого человека, который бы не обнаглел, если ему дать возможность. А вы дали ему возможность. Свою мужу. Здравствуйте. У меня такая проблема. Я два раза была замужем и оба развода. Вот сейчас с мужчинами отношения больше года. А предложили… Надо его точно так же рубанить, да и всё. У меня просто… Если даже доходят женитьбу, мы сразу расстаёмся год. Даже дети рождаются. А вы рубители? Ну, как, понимаете? Ну, так вот. Клеасик. Как всё надо вести, чтобы создать семью полноценную? Чтобы дети были с отцом, я с мужем. Ну, не получается никак. Учиться, совладать своим характером. Бывает характер у женщины, способной жить с кем-то, а бывает неспособной. Бывает очень сильный характер, когда человек… И не все выдерживают такую. Ну, я отходчивая. То есть я могу здороваться? Нет, вы-то отходчивая. Вот я, допустим, на кого-то крикнул, он упал, у него инфаркт, он такой лежит. И вы подходите к нему и говорите, я уже отошла. То есть проблема во мне? Я хочу рассказать, что проблема во мне или в мужчинах, которых я управляю? Вот это вопрос мой. Конечно, в мужчинах. Я говорю, вы экипаж притягиваете, так что ли, получается? Или как? Нет. При чем экипаж? А почему у нас все уходит в день? Почему? Что у вас очень сильный характер. То есть у нас будет мягче? Да. Вы очень сильно и жестко реагируете на все. И люди не выдерживают просто. А вы так, как вы сами к себе привыкли, вы думаете, что это, блин, они? Ну, шанс есть научиться его за мужество? Конечно, вы же такая привлекательная. Вы быстро привлекаете мужчин. Они быстро знакомятся. Но не могут выдержать вашего характера. Надо просто учиться с собой разобраться. Вот представьте, допустим, у человека такая сила, что он ломает кости все. Он подходит ко мне и говорит, Олег Иванович, со мной никто не здоровается. Я говорю, почему? Ну, они как-то странно себя ведут. Я им жму руку, а они такие, аааа. Что вы, как бы, непонятно вообще, что они, почему они так себя ведут? Потому что у тебя много силы, и ты не можешь с ней управлять. Надо научиться управлять своей силой. Все. В отношениях. Я поняла. Слишком поздно, поняла. Рубанула уже двоих, как бы. Третьего на подходе. Только поняла. Можно было раньше догадаться. У женщин вообще много очень силы, знаете, в отношениях. У женщин у всех очень много силы. У них очень сильные эмоции у всех. Но есть особо одаренные. У женщин со всеми очень сложно. Аааа, эмоции пошли. Мужчине очень тяжело всегда с женщинами, с любовью. Мужчины боятся женщин, женских эмоций. Особенно постарших. Мужчина. Когда они уже много раз обошлись. Ну, блин, что это такое вообще. Страшное дело. Но женщины своих эмоций не боятся вообще. Они думают, а чего ты так реагируешь? Она сама не чувствует свои эмоции. Причем она, допустим, подружке звонит. Говорит, да я ему просто сказала. Он такой везет. Она подружка говорит, я тебя понимаю. Подружка тоже не реагирует. А он что-то, мужик, реагирует. Ну, потому что у него нет такой силы, как у женщины эмоциональная. У женщины очень большая сила эмоциональная. И женщина должна мягче все делать с мужчиной. У мужчины тоже есть сила. У него сила воли, волевые функции. Ну, то есть, он когда говорит женщине, дергается. Волевая функция слабее. Она не может выдержать воли. А женщина эмоциональная сила. И вот мужчина эмоциональная, волевой силой давит. Женщина трясется вся ей тяжело. Женщина эмоциональной силой давит мужчине тоже тяжело. Но надо что сделать? Научиться свою силу осознавать. Понять, что у меня много вот этой силы. И надо с ней что-то делать. Надо с ней аккуратненько так. Женщина, когда она объявляется, она эту силу начинает себе распознавать. Она про ней просыпается, этот вулкан. Она чувствует эту силу. Сначала она думает, я такая скромная, тихая. Но когда она объявляется, у нее начинает движуха вот эта вот. Такая сила у женщины. Вулкан страстей. Ну и надо как-то аккуратненько. Вот допустим, пошло у вас что-то так, успокоить себя. Не надо сразу ему как бы показывать всю свою силу. Хорошо? И все у вас будет хорошо. Одна не останется. Сразу замуж. Все отлично. Очень радует. Ну вы же знаете, что у вас сложность только сохранить отношения. Создавать у вас нет сложности. Ну вот я вам сказал, как сохранять. Учитесь аккуратно. А если не смогли, извиняйтесь. Подходите и по-доброму извинитесь. Сразу же, как только почувствовали, что вы долбанули близко к человеку. Сразу извиняться и все. А если он так себя ведет, то это его уже проблемы. Свои проблемы вы решаете, он свои решает. А если вы на его проблемы как бы свой вулкан, то тогда будет то же самое. Решили вопросы? Да. Эти отношения надо сохранить сейчас. Человек добрый, порядочный, но обижается сильно. На меня? На меня. Как вызовут? Алексей. Ну да, вот обижается на вас. Расур. Я этого не замечаю. Он такой скромный человек, не будет подавать виду. И тихонько свалит потом, когда уже устанет. Ну, чтобы этого не случилось, то есть мне надо просто поработать со всем характером, да? Ну, не надо его доканывать. Вот, позавчера вечером, вспомните ситуацию. Вы так очень жестко себя ведли. Он терпел. Ну, вечером там у вас была ссора. Что-то доказываю ему. Позавчера вспомнили? Ну, у нас часто такое бывает. Ну, позавчера вот он обижал, обиделся. Потом ничего вам не сказал, он обиделся сильно. Чувствовал себя плохо человеком. Видите, а вы даже не знаете, я говорю. Ну, он видно не показывает. Никогда. Ну вот, и значит свалит тихонько. Решили? Да-да. Так, дальше кто у нас? Вот женщина с светлыми волосами. Здравствуйте, Евгений. Садитесь, Евгений. Два года пытаюсь уже задать вам вопроса. Представляете, как здорово, что приходит к этому знаменателю в конечном селе. Первый вопрос. У меня есть сестра, она пять лет назад пропала. Вот, я пять лет уже за неё молюсь каждый день, но, как бы, никаких результатов нет. То есть, раньше какая-то связь была внутренняя, ещё я как бы её чувствовала. А сейчас уже я не чувствую её. Ну, так бывает, когда человек уходит из жизни, то первое время есть связь. Потом, когда он рождается в каком-то месте, то уже нет связи. Нет, она вообще пропала, в смысле, её найти не могу. Ни живой, ни мёртвой в розыске. Я не знаю, живая она или нет. Вот, я хочу спросить, молиться... А зачем мне это? Это вопрос, а для чего? Вот я и спрашиваю. Долго ещё нужно молиться? Ну, как бы... Ну, а если я вам отвечу не так, как вы хотите, что тогда будет? Ну, возможно, я последую вашему совету. А что следую совету? Здесь вы не владеете ситуацией. Фотографии есть? На телефоне. Давайте. У меня моя дорогая тёща, мама моей жены. 16 дней назад тоже ушла из жизни. Я чувствую, где я являюсь. Просто молюсь за ней. А? Я только в этом году была здесь. И когда пройдёт определённое время, она со связью пропадёт. Ну, не то что со всеми, я всё равно понимаю, что происходит. Когда человек попадает в новую пробу матери, в новую жизнь, то уже трудно сконтактировать. Так всегда связь, потом раз и пропадает связь. Так вот это происходит. И он до этого момента помнит тебя. А потом он тебя уже не помнит. Но ты оставляешься в памяти, помнишь это человек и молишься за него. Он чувствует. Если он не молится, он чувствует, что что-то происходит, а что он не знает. То есть мы связаны друг с другом нитями такими. Даже когда далеко-далеко другие миры человека уходят, на умственном плане связь очень близкая остается. То есть умственные расстояния гораздо меньше, чем физические расстояния. Это разные совершенно дистанции. Допустим, даже если на другой части земли у вас кто-то живёт, если вы о нём подумаете, то сразу вы с ним контактируете с этим человеком. Мгновенно. Так как человек уходит с земли, идёт по жизни дальше куда-то, то мы остаёмся на связи. Пока человек не попадает в новое рождение. Когда она пропала? Ну, пять лет назад уже. Не, не пять лет назад. Меньше. На два месяца меньше. Она вышла из больницы 27 марта и всё, исчезла. Да, да, да. Вы это знаете. Через два с половиной месяца после этого она ушла из жизни. И сейчас она уже родилась в другом месте. Поэтому я не чувствую её. Да, я вам могу сказать, когда это произошло. Ну, чтобы вы не сомневались. В прошлом году. Я вам скажу. Она пропала со связи в конце октября прошлого года. Ну, где-то да. Ну, я могу продолжать за неё молиться? Можно лучше ничего не делать? Не, не, не надо. Зачем? Садитесь. А второй вопрос можно? Конечно, можете. Кто вам запретит молиться за вашу сестру, скажите? Вот кто запретит? У моего близкого человека Паркинсов. Болезнь Паркинсона. Это очень трудно лечить. Я понимаю, но… Ну, это целая тема беседы. У меня есть методичка на сайте Tarsnod.ru в разделе «Материалы». Есть методическое руководство по здоровому образу жизни. Вот надо вам его сначала прочитать. Там описано, что у человека есть пять психических слоёв. На каждом из них бывают блоки трёх видов энергии. И когда на пятом психическом блоке, в самом глубоком, бывают блоки, то это создаёт трудноизлечимые заболевания, такие как психические заболевания, аутизм, ДЦП, паркинсон, рассеянный склероз. Такие заболевания, они лечатся с помощью аскез. А там описаны эти аскезы. Если он захочет это делать, то он может постепенно улучшиться в своём состоянии. Но насколько он вылечится, я не знаю. Потому что, скорее всего, есть и когда при паркинсоне уже отмирают клетки нервные, то я не знаю, можно их восстановить или нет. Может быть и можно со временем, а может быть и нет. Но он может восстановить развитие своего заболевания. А как вдохновить на аскезы? Получить молитву. Есть три стадии, садитесь. Есть три стадии молитвы. Первая стадия, у тебя спокойно насчёт человека в сердце становится спокойствие. Вторая стадия, влияние. Ты когда ему говоришь, он начинает тебя слушать. А третья стадия, он начинает делать. Три стадии побед над судьбой. Это везде так работает, допустим. Первая стадия. Начальник хочет выгнать с работы, у тебя спокойствие в сердце. Вторая, ты можешь с ним разговаривать так, чтобы он успокоился. Третья, он меняет отношение к себе. Три стадии всегда побед над судьбой. Первая стадия, муж хочет бросить. Ты молишься, первая стадия, спокойствие в сердце. Вторая, влияние. Третья, меняет своё представление. Но иногда человек может изменить ситуацию, иногда нет. Зависит от силы человечества, от его веры, от силы судьбы, от многих факторов это зависит. Есть сила человека, есть сила судьбы и есть сила Бога. Если ты можешь своей силой воспользоваться, ты возвращаешь. Если ты можешь силой Бога воспользоваться, если ты веришь, тогда возвращаешь. А если сила судьбы сильнее, чем твоя, тогда ты не можешь. Так же и влечение тоже. На самом деле, если бы вы знали, что никто в этом мире не умирает. Это можно узнать только если ты видишь. Допустим, я вижу психическое тело человека. Он уходит из жизни, выходит из грубого тела, психическое тело. И остается жить. Когда тёща ушла из жизни, она плакала три дня. Я её успокаиваю. Она неожиданно ушла в результате врачебной ошибки. У неё разорвался сосуд в сердце, и она мгновенно смыла. Она не ожидала, она была здоровой более-менее. Неожиданно ушла. Я молился за неё на связи до сих пор. Она успокоилась постепенно, пришла к себе. Поняла, что всё нормально, она живая. Разлука означает, что люди не верят, что он жив человек. Это разлуку создаёт. Человек плачет, но думает, что он разлучён. Представьте такое психическое заплевание, что с вами близкий человек сидит рядом, а вам кажется, что его нет. И вы плачете в разлуке. А вы говорите, не плачь, я же здесь. Нет, ты ушёл. Техическое заплевание такое. То же самое, когда происходит, человек из грубого тела выходит, кажется, что его нет, а он есть. И даже когда он идёт в другое место жить, он всё равно на связи. Но только те люди, которые это понимают, они видят, что всё нормально. А все остальные думают, что его нет. И даже они это подтверждают словом «смерть». Смерть означает, что человека нет, потом дальше. За упокой молитвы. За какой упокой? Человек дальше живёт, какой упокой? У него дальше жизнь продолжается, никакого упокоя нет. Просто циклы идут. Вот представьте, человек соснул, и вы плачете. Всё, его нет. Потом раз, он проснул. О, теперь он есть. Да смешно же, правда? Веда объясняет. Точно так же, как есть маленькие циклы, так же есть большие. Маленькие циклы каждый день происходят. Мы каждый день в небытие уходим, потом опять себя осознаём. Вот и всё. Это каждый день маленькие циклы происходят. А есть большие циклы. Когда мы сильно в небытие уходим, потом себя осознаём. И в этом мире всё циклами. День сменяет ночь. Есть весна, осень, зима. Электроны движутся циклами вокруг атома. Вселенная движется вокруг Солнечной системы, вокруг Вселенной. Всё циклами. Так в этом мире всё действует циклами. Точно так же есть цикл рождения, юность, зрелость, старость, уход из жизни. Почему уход из жизни? Ну, телу уже, в нём уже всё, тяжело жить. В это село уже как бы расстаётся душа с этим телом. Потом берёт новенькое, в котором хорошо жить. И она, когда в этом теле появляется, она его обкатывает, бегает в нём таки хорошо. Она радует всех, что она такая радостная, что у неё новое тело. До этого было старое, ей тяжело было. А тут так... И она начинает бегать, прыгать в этом новом теле. Ей нравится. А до этого она такая находила. Несколько месяцев назад буквально. Потом проходит несколько месяцев, у неё новое... Вот так вот и происходит в жизни. А можно вопрос по теме? По семейным отношениям? Нету. Просто вы сейчас говорите. У меня тема семейных отношений. Нету. Нету. Или у нас это всё? Или беру ритуальные услуги у нас сейчас? Нету. Нету. О чём мы будем говорить сами? А вот в христианской религии есть понятие ад и рай. Вообще оно есть? Да. Есть? Да. Значит, получается, душа не задерживается, она туда попадает, какой-то определённый либо ад, либо рай. А потом за какие-то заслуги получает новую жизнь и несёт кармические долги определённого уровня. Да. А у каждого это свои, так сказать, длительность по времени? Да. Всё, спасибо. Ну а вы как думали, что на вечного ад? Ну а если человек вечно грешил, тогда на вечного ад. Я одного серьёзного религоведа христианского спросил, говорю, ну душа, если вечно не грешит, почему на вечного ад? Он говорит, мы так просто говорим на вечно, на самом деле просто надолго. А ещё вопрос. Ну? Один, не по теме. Я слышала такую версию, что… Она очень любопытна здесь вот постоянно. И когда она хочет задать вопрос, она всё равно его задаст. Целеустремлённая. Я слышала такую версию, что здесь рождается на Земле какая-то часть нашей души, что есть нечто большее, и мы когда… Да, часть здесь рождается другая, водку пьёт где-то там. Нет, не имею в виду, что другая где-то остаётся, ну там, у Бога или у Госпуса, какие-то другие, либо в параллельном, может быть, мире, либо в прошлой жизни своего рода. Это очень глубокий вопрос, и вот так примитивно говорить об этом глупо, но глубокий ответ – я могу сдать, но вы его не поймёте. А вы скажите «да» или «нет». Ну, как бы… Вот если вы, допустим, обкакались, вас спросят «вы покакали», скажите «да» или «нет». Ну, не сможете сказать «не да», «нет». Потому что вы не покакались с одной стороны, а с другой стороны покакали. Я буду с вами шутить, если вы глупости говорите, вы меня простите. Итак, душа, она прикована к духовной реальности, потому что она вечно духовная. И эта прикованность означает пребывание в духовном пространстве её. Но физически она находится здесь и живёт здесь. То есть она прикована там, её дом в духовной реальности. Но здесь она действует, живёт, ощущает себя. И когда душа осознаёт себя душой, а не телом, тогда она опять возвращается назад в эту духовную реальность. Туда, где она и находится всегда. То есть сейчас мы находимся здесь реально. Душа прямо вот в этом теле находится. Но одновременно нахождение в этом теле — это материальный мир, понимаете? Здесь духовная не может находиться. То есть она находится реально в духовном пространстве. Но взаимодействует с материальным миром. Это то же самое, что, допустим, я в зуме, допустим, с кем-то общаюсь. Я сижу в Челябинске. У меня завтра онлайны будут с утра. Я сижу в Челябинске, общаюсь в зуме. И я с ними разговариваю, но я не нахожусь в их городе. И если я так сильно там увлекусь, буду жить в этом зуме, вот там все у меня там будет, то это то же самое, что и с нами происходит примерно. Это не наше место здесь для жизни. Нам кажется, что наше. Но если бы это наше было, тогда почему мы отсюда уходим? Если душа вечна по природе, если это наше место, почему мы тогда не находимся здесь всегда? У меня мой друг один написал такую песню философскую на тему. Ну, не все понятны такие песни, конечно. Ну, вот как он написал, так и происходит, но понять это сложно. Интересно описано? Хорошо. Тогда начнем потихонечку беседу. Все собрались. Мы с вами изучали тему тайных характеров мужчины и женщины. Такая прекрасная тема. Цель человеческой жизни – это любовь. Мы все хотим любить. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. Даже если не любят нас. Это факт. Даже человек не знает, что ему хорошо, когда он любит. Если его не любят, ему не кажется, что ему хорошо. Но это все равно лучше, чем жить в пустоте. Хочется любви, хочется любить, быть счастливым. Когда тебя любят – это счастье. Когда ты любишь и тебя не любят – это не счастье, с одной стороны, с другой стороны. Это самое высокое состояние человека в жизни. Да, человек безответ на любовь – самое высокое, чистое состояние души. В это время человек очищается, когда он не чувствует взаимности в любви. Он очищается, становится лучше, чище человек становится. То есть любовь – это самая большая сила, которая в нас живет. Ничего сильнее нет. Ничего сильнее нет. Ничего сильнее нет. Все работает. Все, осталось подключить. Вроде бы все нормально, тема понятная. Любовь есть. Но есть какая-то проблема. Почему-то мне не повезло с ней. Почему-то я так страдаю. Кому повезло с ней будет? Несколько человек. Давно уже везет? Давно. Давно. Есть. Несколько человек есть в зале. Ну, из двухсот человек всегда, а человек пять поднимают руки. Но это не везение. Это люди, которые сдали свои экзамены в жизни. Экзамены. Потому что любовь – это сила, которая движется в двух направлениях всегда. В двух направлениях. Или я отдаю любовь, то есть не желая себе ничего, служу любви. Первое направление. Или я хочу любви себе. Нам всем кажется, что мы легко отдадим любовь. Мы всегда ее отдаем. Скажут, допустим, я всегда отдаю любовь. Ребенович. Всю жизнь для него скотина живу. Отдаю ему любовь всю жизнь. Такой он даже благодарного слова не сказал. Но когда человек отдает любовь, он не злится. Когда человек отдает любовь, у него нет желания взять взамен. Если здесь желание отката, то это уже ты не отдаешь любовь. Ты вроде бы отдаешь, но ждешь отката. Это не совсем отдаешь. Это самообман. Люди не могут отдавать любовь просто так. Если бы они могли, они бы жили здесь. Почему люди страдают от любви? Потому что мы не можем ей пользоваться. Это божественная энергия любовь. Это не наша энергия. Некоторые думают, что любовь к женщине принадлежит. Она через нее действует, через женщину. С ней, с женщиной связана любовь. Поэтому женщину называют любовь. Надежда, вера, любовь. Женщиной связана любовь сильно. Открывает и открывает сильнее. Выше, прям выше. До конца. Вот. Но любовь не принадлежит женщине. Если бы она принадлежала, женщина бы ее могла пользоваться. И раз, там увидела мужчину, который подходит. Раз. И он. Как тебя зовут? Я знаю только я. Не получается. Да? Пытаешься включить его. Он такой, блин. Не включается никак. Да? Стараешься, стараешься, улыбаешься. Он дебил. Не реагирует вообще. Не включается почему-то. А иногда, наоборот, как бы, вообще не смотрел. А что-то он включился, ходит, что-то непонятно. Вообще не нужен человеку совершенно. Как король пятая нога. Знаете, у коровы иногда пятая нога вот здесь сверху вырастает. Она ей вообще не нужна. Просто болтается всю жизнь. Вот она смотрит, ну вот не нужен, и ходит. Что ему надо вообще? Да, женщина бывает такое? Любовь. Думает, куда бежать у этого человека, непонятно вообще. Вот. Не контролируем мы любовь. Не можем ей распоряжаться. Это не наша энергия, божественная энергия. Но она приходит в нашу жизнь. Зачем приходит любовь в нашу жизнь? Потому что Бог дает нам возможность полноценно жить на этой земле. Он дает нам возможность пользоваться своими энергией. Любовь – это энергия Бога. Она по своей природе бескорыстна, любовь. Но мы не такие. Почему? Потому что мы недостаточно развитые. Вот, допустим, ангелы небесные, они более бескорыстны, чем мы. Намного-намного более бескорыстны. Но все равно не настолько, чтобы быть в духовную реальность пойти. Они все равно здесь, в этой материальной реальности, но более возвышенной находятся. Они очень бескорыстные. Они все делают бескорыстно. Ангелы небесные. А мы здесь не такие бескорыстные. И мы любовь неправильно эксплуатируем, используем ее. Любовь – это огненная энергия, горячая. Как в песне поется. Любовь моя, любовь моя, горячая любовь. Она горячую природу имеет. Сердце обжигает человека, когда он неправильно пользуется энергией. Ему обжигает сердце, потому что инструкцию не использует. Технику безопасности с огнем нельзя шутить. Вот. И человек обжигает сердце. Горит сердце у него. Огонь горит сердце. Но если человек с любовью хочет любви только служить, то у него ничего не будет обжигать. Он может счастливо радоваться человеку, которого он любит. не желать его себе. Пускай он будет счастлив. Радоваться за него. Скажет, что я иначе вы что-то странные вещи говорите. Вы не сможете этому научиться. Человек не сможет жить без любви. Когда человек получает любовь от Бога, а Бог не такой, как человек. От него любовь можно получать ежесекундно. Если ты с ним установил отношения. Если ты служишь ему, отношения с ним строишь. Живешь как он хочет, а не как ты хочешь. Да будет воля твоя, а не моя. То есть он дал заповеди. Живите вот так. Мы же не живем, как он нам советует. Мы живем, как мы хотим. Поэтому у нас нет с ним этих отношений, чтобы мы его чувствовали. А если мы его не чувствуем, нам хочется кого-то другого почувствовать. Но когда мы не чувствуем Бога, то мы не можем к любви правильно относиться. Только Бог дает такую силу бескорыстно любить. Поэтому святые люди не желают себе ничего. У нас есть много примеров. Если кто-то не верит, то читайте Священное Писание святых людей. Не желают себе ничего. Любят искренне всем сердцем других людей. Искренне очень любят. По-настоящему. И это любовь выше половых отношений. Самая высокая любовь на земле, которая доступна обычному человеку, это любовь к матери, к ребенку. Бог дает такую возможность ради того, чтобы люди развивались, росли. Человек имеет право почувствовать настоящую любовь с детства. Имеет такое право. И поэтому Бог дает матери, не отцу, никому, только матери. Такова особенность женского рождения. Дает возможность матери почувствовать душу ребенка. Вот ребенок рождается. Женщина берет его на ручки. Ну и все видят, какой день. Она этого не видит. Она смотрит ему в глаза прямо и через глаза видит душу. И восторгается чистотой и красотой души своего ребенка. Вот точно так же восторгается красотой и чистотой души всех людей на земле святые люди. Представляете, какая у них счастливая жизнь. Как им классно вообще. Вот. Вот. Но мать, она никогда не забудет красоту души своего ребенка. Никогда на свете. Поэтому мы можем почувствовать эту чистую светлую любовь в какой-то степени. Женщины могут почувствовать сами. А мужчины могут почувствовать через женщин. Вот когда мужчина, допустим, бросает жену, он уже не может так чисто любить своих детей. Он как-то любит их, но уже не так чисто, как когда он с ней живет. Потому что только в этом заключается наказание. Когда человек оставляет свою жену, он теряет возможность чистой любви к детям. А когда он с ней живет, имеет такую возможность. Но люди не знают об этом ничего. Они думают, ну я полюбил, вот пошел туда. Так, самое чистое это любовь к ребенку. Еще душу можно увидеть, когда уходит твой близкий человек из жизни. Но только в том случае, если ты не воешь как белуга, а молишься за этого человека. Пытаешься помочь ему. И душа сама по себе, она прекрасна. Ее удивительно видеть. И когда ты ее видишь, уже ты не можешь сдержать своих чувств. Но в жизни мы не ценим друг друга. Когда ушла мама моей жены, то моя супруга не плакала. Она сидела и говорила. Мамочка, я тебя люблю. Мамочка, я тебя люблю. Но когда мамочка была рядом, то не всегда мы себя ведем правильно. Почему? А когда у нас есть объект любви, нам хочется пользоваться ей. Так? И это означает, что мы несовершенные люди. Мы не понимаем, как правильно. Так? И поэтому мы страдаем. Потому что любовь чище, чем мы думаем. Любовь основана на видении души. Тогда сразу возникает вопрос, если мы такие грязные, как же мы тогда влюбляемся? А это не наш заслуг. Как влюбляется человек? Он очень просто влюбляется. Просто Бог приоткрывает женщине чистоту души мужчины. Женщина это видит в виде силы. В виде силы, влияния на нее. Она чувствует могущество. Влияние. А мужчина чувствует красоту. То есть душа, она имеет и влияние, и красоту. Душа все имеет. Но в женщине Бог открывает только красоту души. Силу не открывает. А в мужчине открывает только силу души. Красоту... Это для женщины не важно. Важна сила именно души. А для мужчины важна красота. И что важно, то и открывает Бог. Как вы думаете, у святого человека может открыться и сила, и красота души одновременно? Да. Может. У мужчины сначала сила проявляется в душе, а потом красота. А у женщины сначала красота и потом сила. То есть святая женщина, она с самого начала красивая, но она потом становится еще сильной для остальных людей. Святой мужчина сначала сильный, а потом становится красивым. Как вы думаете, если вы встретите святого мужчину? Он возьмет вас замуж. Он вас будет любить, допустим. Возьмет вас замуж. Почему? Потому что он будет видеть, что вы неправильно относитесь к любви. А если святая женщина и святой мужчина встретятся и полюбят друг друга? Что это будет за семья тогда? Как это будет выглядеть? Идеальный брак. Ну что значит идеальный брак? У них будут половые отношения? Как нет? А вот так? Потому что половые отношения – это не священные отношения. У них, возможно, будет один раз в жизни или два, когда им надо будет зачать детей. Видите, вы не готовы, да? Как-то вы удивляетесь, потому что я говорю так странно, смотрю, а люди на что ли? Ты что, в натуре, что ли? Долгой, что ли? Что говоришь? Просто таких мужчин нет. Такие мужчины есть. Но они монахини. Вот, правильно. И женщины такие есть, но они монахини. Почему человек идет в монастырь? Любовь для них главная или нет? Или они тупые? Ну, некоторые от боли идут. В Священном Писании говорится, что это не является правильным мотивом идти в монастырь от боли. И поэтому там очень серьезно смотрят на людей, какой мотив. Если от боли, они говорят, подождите, еще рановато. Даже если человек от боли, он пришел, боль закончилась, он свалил. Это не мотив в монастырь. А вот если человек идет от понимания, что в этом мире он не может встретить ту любовь, которую он хочет иметь, вот тогда он уже идет по-настоящему в монастырь. Это означает, что его душа, вернее он душа, достаточно очистилась, чтобы понять, что такое любовь. Все остальные души будут изучать это на примере своей жизни. Потому что есть только одна проблема у всех семей на этой земле. Проблема нежелания правильно относиться к любви. Больше никаких проблем нет. Можете, в принципе, уже дальше идти домой. Семинар закончен. Я все сказал. Сейчас еще только песенку поставлю. Напоследок и все.